Родившись в 1858 году, а скончавшись в 1928 году, Кенищева Мария Клавдиевна станет одной из самых выдающихся русских женщин и века 19-го, и века 20-го. Общественный деятель, меценатка, педагог, основательница образовательных центров, художник, коллекционер. Во всех этих ипостасях Кенищева ярко явилась России в ее бурную страдающую пору. Эта незаурядная женщина дружила и была знакома с Тургеневым, Маковским, Рерихом, Врубелем, Репиным, Воснецовым, Станиславским, Бенуа. Прекрасной певице ей аккомпанировал сам Петр Чайковский. Кенищева субсидировала журнал «Мир искусства», возродила эмалевое дело в России. В Смоленске ею был создан уникальный музей «Русская старина». Мария Клавдивна всегда была подлинной патриоткой России, глубоко переживающей за ее будущее. До чего мы дожили? Религия поругана, духовенство запугано, способности людей обесценены, отброшены, как ненужный хлам. И на поверхность всплывают одни авантюристы за другими. Религиозный человек, она в начале 20 века построила чудный храм Духа Святого недалеко от Талашкина в Смоленской области. А после смуты 1917 года, в период Гражданской войны, Мария Клавдивна покинула родину. Ей принадлежит автобиографический труд, охватывающий период с 1860 по 1917 годы «Впечатление моей жизни». Книга эта – яркий документ того драматичного времени, что застала наша героиня. Умерла тенищева в Париже. Могила православной патриотки и женщины находится на кладбище в Сен-Клу.